Тяжелая игра, чувствовался все-таки статус дерби, что как бы определялись лучшие игроки Гомельской области, если можно так сказать. Хорошая победа, тяжелая довольно-таки, особенно второй тайм, но победа есть победа. Ну, довольно-таки неплохо, но можно было лучше, всегда хочется большего. Первая домашняя игра, пришли близкие, родственники, хотелось порадовать как бы результатом и игрой. Ну, во втором тайме из-за нелепой случайности мы вынуждены были обороняться в десятером больше, где-то на контратаке уповать. А в первом тайме старались навязывать свою игру сопернику. Не все получалось, но с большего все сделали как надо. Неплохой соперник, есть пару ребят, которые бегут, обыгрывают. В принципе, хорошая команда. Ну, впечатление, первая игра домашняя, то есть, понятно, это дерби, то есть, накал игры чувствовался в каждом моменте, это было и понятно. Первый тайм, скажем так, нам удался, то, что мы играли в полном составе, то есть, проводили хорошие атаки, моменты, правда, реализовали только два, но, скажем так, в первом тайме игра меня устраивала. Во втором тайме, конечно, и глупое удаление на ровном месте, конечно, пришлось перестраиваться, и во втором тайме обороняться больше приходилось. И, в принципе, перестроились на игру на контратаках, и одна из них удалась, плюс еще была контратака хорошая, не смогли довести. Ну, так, в целом, впечатление от игры для первого раза домашней игры неплохое. Будем сейчас двигаться дальше, готовиться к следующей игре, есть сейчас две недели подготовиться. Ребят поздравил всех с победой, они должны привыкать, что дерби – это всегда игра от ножа идет. Поэтому, думаю, они поняли это. Каждый отдал то, что может, и здесь кого-то выделять я не буду. Все старались, на кто у нас что готов, все отдали на поле. В принципе, были готовы, как они будут играть, то есть, здесь использовали открывание нападающих за спину, то есть, мы как бы были готовы, не давали шансов в контратаках и в первом тайме, в атаках позиционных, во втором тайме. То есть, что-то новое. Но соперник тоже играл, скажем так, хорошо, заставлял нам какие-то неудобства. Ну, мы справились. Ну, межсезонье оценивать из-за погодных условий, конечно, приходилось очень много корректировать, плюс переезды на одном месте, на втором тренироваться. То есть, в этом плане было немножко тяжело, плюс с поиском спаррингов было тоже, чтобы найти место, где проводить. Значит, может, спаррингов не хватило, и это сказывается пока в игре, пока еще мы в игровой ритм не вошли. То, что надумывалось, ну, тут, конечно, сыграли роль то, что повреждения какие-то, то есть, оптимальный состав, скажем так, не удалось выставить, то, что наигрывался при сезонке. Ну, ближайшие матчи мы будем уже проводить на Дюшоре, просто сейчас подготавливается поле к игре основных составов, и там какие-то работы будут проводиться, поэтому приняли решение играть в Манеже, плюс мы тренировались здесь, и смысла переходить на улицу, как бы не было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!